После института, как только я закончил свое высшее образование, я пошел работать в ту же школу, где и проходил практику. То есть у нас сначала там был год практики, это пятый курс магистратуры. После истечения срока мне предложили это место работать школьным психологом. Я туда пошел работать. Ну, в принципе, мне это и нравилось, работать с детьми. Я когда-то планировал стать тренером, у меня почему и подзывной спортсмен. В 12 лет прозанимался Килкушинкаем. Само именно педагогическое образование, у меня первое педагогическое учитель физкультуры, второе социальный педагог, кафедра психологии. То есть мне нужно было и то, и физ. воспитание, и психолог, для того, чтобы стать тренером полноценным. Воспользовался предложением, проработал год, но все-таки вторая мечта, которая у меня была первая мечта тренера, вторая мечта, быть военным, меня пересилила. Я решил бросить преподавательскую деятельность и пойти по второму пути своему. Стать военным, именно мне хотелось с самого детства. Это была моя такая некая мечта. Я постоянно видел круг общения отца, до самого отца в форме, как они общаются, как они работают. Я был в части военной, он тогда служил в Назвардии. И полдетства я провел именно в казармах. То есть меня отец с собой регулярно таскал везде, потому что мне это нравилось. Мама, в принципе, против торг также не была. Ну, поэтому и пошел по этому пути. Меня это пересилило и заставило все-таки свернуть на путь военного. До момента, когда, получается, я пошел на службу, 24-го числа я утра. Замечательно помню, к сожалению, воспоминания не есть приятных. Где-то приблизительно в полупятого, в пять, были слышны очень громкие три взрыва. Моментально я начал пытаться дозвониться до родителей. После того, как я успел звонить со сцом, через определенный промежуток времени, он мне посоветовал уезжать с квартиры. Было опасно жить на 16-й этажке на 14-м этаже в панельке. Тем более, уже там рядом находятся стратегические объекты, это танковый завод. Туда по-любому бы прилетело бы. И поэтому было решение, я послушал отца, да, действительно, надо оттуда выезжать. С девушкой быстро собрали вещи, которые были заранее там подготовлены. Часть вещей там документы, деньги, которые мы откладывали. Вышли на улицу, поймали встречку, заплатили абсолютно незнакомому мужчине 2000 гривен, лишь бы нас просто вывезли до основы, откуда нас уже родственники смогли и вывезти в область или загубовку. До матери я дозвониться так и не смог. Как только я отправил жену в область, мы взяли с отцом соседскую машину, доехали до места работы, там ни связи не было, уже ни людей. Мы мать, грубо говоря, встретили посреди дороги, уже идущей пешком в направлении дома. Забрали мать и с того момента пытались максимально обеспечить себя, подготавливали погреб, по стандартному набору, все, что говорилось по новостям, то и пытались сделать. И плюс то, что знал мой отец. Отец, в принципе, знал у меня довольно-таки много, служил на Звардии больше 20 лет. 13 марта я подходил в военкомат по месту прописки Харьковского района, Харьковский военкомат, по поводу того, что есть ли вообще свободные посады офицеров. Ну, как мы все знаем, на сержантскую посаду или солдата офицеров не берут, с этим были тогда очень серьезные проблемы. Мне постоянно отвечали, вот мы тебя запишем, мы взяли у тебя номер, уточнили у тебя информацию, но, к сожалению, сейчас офицеры нам не нужны, это и, в принципе, солдаты. То есть там стояла очередь большая из желающих. Я помню, как лично стояла эта очередь, где-то примерно 2,5 часа, чтобы просто попасть в военкомат. Искал потом уже по объявлениям, потому что другого варианта не оставалось. Позвонил в 229, батальон сформированный. После этого где-то еще дня, наверное, через 4, может больше, увидел объявление, вернее, даже мой отец увидел о формировании нового батальона на основе 229, 247, где сейчас я нахожусь. Я после этого позвонил, очень яркий представитель батальона 229 на тот момент, АСАН. У меня я проходил отбор. Мне тогда уже предложили, говорит, у нас офицеры все заняты, можешь встать на сержантскую должность. Несмотря на то, что так нельзя, как-то будем этот вопрос решать. Я согласился, говорю, мне все равно, хоть на солдатскую, берите, я пойду служить. Ну, уже потом по итогу оказалось, что это было испытание такое своеобразное. Готов я, не готов идти служить. И офицерская посада для меня была, это психолог. После того, как я попал сюда, понятное дело, это уже, конечно, не первый месяц войны был, но поскольку батальон только формировался, была некая неразбериха. Не было понятно вообще, куда бежать, что брать, где, как эту документацию вести, поскольку это все свалилось одним скупом. Документов было много, поскольку это тоже управление, психолог находится у нас в управлении. По личному составу также могу сказать, у нас люди с боевым опытом, конечно, присутствуют, но поскольку у нас большинство, наверное, процентов 40-50 даже, наверное, даже 50 все-таки людей с цивильной просто профессией, которая к военщине абсолютно никакого, даже родственников военных нет. Отношения они к этому не имеют. И оружие они держали также в первый раз в жизни. Но батальону, в принципе, повезло. Нам дали месяц зла Гуджиня, на котором я успел в будущем психологом выучить личный состав и понять вообще, как самому обращаться с оружием, несмотря на то, что, как бы это не спешно, что я изучал из семьи военного. Ну и плюс нашим людям, которые также к этому никакого отношения не имели, успели подучиться чему-то. За учебу у нас отвечал Сергей Алексеевич, майор, который довольно-таки с большим стажем в военной сфере. И он нас быстро-таки подтянул по всем этим параметрам и ввел в строй, как полноценное уже подразделение. Когда 31-го я попал в расположение, 31-го, 0-5-го, несмотря на то, что у нас были уже проблемы с обеспечением, поскольку создавалось очень много регулярных подразделений и ЗСУ, и ТРО, всем обеспечения, естественно, не хватало. Но благодаря некоторым там волонтерам мне очень быстро нашли и каремат, и обеспечение части, и бригада, в принципе, тоже постаралась. Меня обеспечило максимально быстро и формой, и обмундированием, и каской, ну, абсолютно всем. Пойдет даже до того, что мне автомат свежий дали с консервации. То есть по вооружению, по форме вопросов не было. Естественно, по условиям жизни, ну, спали как могли. Кто с кем рядом успел занять место, там и спал. Спали на карематах, потом уже это уже с исходом уже определенного времени у нас расходушки появились, это уже что-то с чем-то было. А поначалу спальный мешок, каремат, где-нибудь в подвале нашел себе место, где они продуваются, и спишь. К сожалению, оно так произошло, что я не по мирному времени стал военным, а именно уже по военному. Благодарен я единственным, чем еще в этой войне, то, что собралось вокруг меня очень много интересных, разноплановых людей. Тут есть и маркетологи, и также психологи, и преподаватели, и музыканты. Изначально, когда я попал в батальон, моя посада называлась офицер-психолог. Меня приняли на должность психолога, мне это дало возможность изучить личный состав, позже, уже в начале сентября. Меня перевели на должность заместителя командира военной части из морально-психологического забеспечения. Мои обязанности входят в сопровождение военнослужащего, новопоступившего. Это одно из ключевых, такое, что я должен, в принципе, делать. Поступают новые военнослужащие, доукомплектования батальона. Я должен его полностью сопровождать на всех его этапах. То есть я его должен встретить, объяснить устои, правила части, объяснить, что делать можно, что нельзя, проинструктировать по всем статьям ответственности, направить в кадры, обеспечивать его социальные гарантии. После этого доставить его командиру, познакомить, командиру роты, подразделения подвести. Дальше сопровождение ведения боевых действий. К каждой БРКе, боевому распоряживанию прилагается план морально-психологического обеспечения. То есть выделяется определенный отрезок зоны ответственности батальона, части. И исходя из этого части, я смотрю так и так. Вот тут есть административное знание такое-то. Здесь можно крыса, здесь можно какое-то мероприятие провести. То есть это, грубо говоря, боевое планирование. Дальше обучение личного состава. Информирование личного состава. Ну вот, например, информирование личного состава, как я уже говорил, входит ответственность по статьям. Социально-политическая обстановка, опять-таки, делаю выводы. И каждую неделю скидываю его командирам отчеты эти. И плюс соблюдение всех социальных гарантий. Сейчас идет распоряжение по поводу УБД. И мы вычитываем, ждем уже с нетерпением. И каждый день хожу и достаю наших кадровиков, когда наконец-то мы сможем этим вопросом заняться. УБД – это удостоверение участника боевых действий. Именно исходя из этого удостоверения, человек имеет право получить свои социальные гарантии. То есть это скидки на коммунальные услуги, отправить своего ребенка учиться по социальным льготам. То есть это именно прямое соблюдение социальных норм и гарантий для военнослужащих. Также есть такая социальная норма и гарантия для военнослужащих – это отпуска. Сейчас этот законопроект наконец-то подписали. Но в связи с тем, что обязали выйти в отпуск людей до конца года коридарного, а, к сожалению, уже декабрь, реализовать полное управление мы его не можем. Поэтому с командованием военной части мы решили предупредить, рассказать, как есть, ну, ничего не утаивало военнослужащим нашим. И, в принципе, все безоговорочно приняли решение, лучше написать на компенсацию денежную. Во время войны в ведении боевых действий наш стаж, ну, в принципе, всех стаж военнослужащих считается по-другому. Туда помимо военнослужащих входят МЧСники, все держорганы, которые обеспечивают безопасность в нашей стране. Например, если взять военную структуру. У нас сейчас на данный момент идет день за три, то есть и, соответственно, год за три года. За время самой войны, в принципе, я очень много чего переосмысливаю в жизни. Война помогает людям найти наконец-то свое место призвания и переосмыслить вообще свой образ жизни. Когда я выезжал с Анастасией на тот момент, это была моя девушка, мы планировали свадьбу, ну, года, наверное, через два еще, то есть где-то в 2024 году мы хотели все это спланировать, хорошо отметить. Но в итоге война внесла свои коррективы некоторые и приняли решение вместе, на тот момент, как я сказал, еще с девушкой расписаться. Поскольку неизвестно, что будет дальше, а так, в принципе, поскольку мы уже будем расписаны, легче будет и мне какие-то, ну, дать ей гарантии, безопасности, могу так сказать. И легче ей она будет понимать, где я вообще нахожусь. Она может направить ту же справку в военную часть и получить определенную информацию, где я нахожусь, что со мной и вообще на каком свете нахожусь. Ну, в принципе, у нас по этому вопросу где-то в течение двух-трех месяцев после зла выживания расписалась, процентов 30 нашей части. Все поняли, что надо не терять времени заниматься помимо войны и своей личной жизнью, потому что время убегает быстро. Непонятно, где мы очутимся буквально через неделю, на какое направление нас могут перекинуть и вообще, что будет с нами происходить. Будем мы на связи, не будем мы на связи. А так хотя бы то же колечко, которое, казалось бы, банальное, она хоть как-то смотришь на нее, согревает свою душу, там, сердце. То есть уже на что-то можно опираться в плане моральном и понимать, что надо руки не опускать, тебя там ждет любимый человек. Моя жена находится в Харькове на данный момент. Налаживает мирную жизнь как может. Поскольку мы уже затронули тему именно свадебу, с женибой, общения между семьями, ну, тут очень важно добавить, что даже сейчас, на момент, когда уже есть спутниковая связь, в Старлинке мы обеспечили часть, чтобы можно было связываться хотя бы хоть как-то элементарно с родственниками, все равно военнослужащие скучают за своими семьями. Ко мне подходят военнослужащие из моего батальона, спрашивают там определенного совета с семьей, хотя я опять-таки я военный психолог, я не гражданский, но чем могу, тем помогаю, отвечаю, что можно наладить в семье. Разница между гражданским психологом и военным психологом заключается в узконаправленности вообще работы. Если брать гражданского психолога, это психолог общий. И занимается семейными проблемами, проблемами там сексуальной жизни, еще какими-то детскими комплексами. Если брать именно военного психолога, тут больше идет уклон уже на работу именно с военнослужащими. То есть помочь военнослужащим во время боя справиться с своим стрессом, своим напряжением, снять его, сопровождение боевых действий. То есть гражданский, цивильный, по-наукорийскому языке, психолог, он не способен справиться с такой задачей. В меру того, что он этого просто не знает, у него нет специальной подготовки. По правилам, если, например, у нас ступор, стресс, гражданский психолог, у него алгоритм действий совершенно будет другой. Ступор может в гражданской жизни, ну, в обычной жизни цивильной, может произойти из-за того, что человека чуть не сбили. Ну, это как к примеру. Естественно, у него алгоритм и подход к этому человеку будет совершенно другой. А в военной сфере ступор может наступить в результате боевых действий. То есть там прилетела недалеко мина с миномета, там, обстрел арт. Не дай бог, поранили или убили товарища на глазах человека. То есть тут уже тоже, опять-таки, другого ритма. Ну, первое, что я так дам совет, себя не нарожайте на безопасность, не лезьте под пули. Если вы видели человека в ступоре посреди открытого поля, ну, считайте, что это потенциальная мишень, как бы это грубо не звучало. Максимум, что вы можете сделать, это попытаться каким-то образом сбить его с ног, чтобы уменьшить его силуэт. Для, ну, зоны обстрела. То есть уже меняется. А гражданский психолог бы сказал бы, ну, подойдите к человеку. Ну, прикоситесь, наводите тактильный контакт с человеком. Поговорите негромким голосом, ну, шепотом. Так, чтобы другие этого не слышали. То есть перевести его чувство таким именно методом. Ну, в такой военной сфере, к сожалению, не сработает. Нужно действовать быстро и оперативно. Гордится ли мой отец? Ответить на этот вопрос очень сложно, поскольку, опять-таки, это военный. У военных почему-то так было принято, по минимуму, проявлять свои эмоции. Не знаю, откуда пошел этот стереотип. Возможно, еще с времен СССР, когда говорили, мужчины там не плачут и тому подобное. Если детально это разбирать, ну, ошибочное, конечно, мнение. Но, к сожалению, оно до сих пор в некоторых присутствует. Пойду ли я именно по пути военщины кардинальной? Скорее всего, нет, поскольку я хочу совмещать это с преподавательской деятельностью. Военные преподаватели — это, грубо говоря, обычная наша работа. Там до определенного времени работаешь, возвращаешься в семье, ну, домой, пятидневка. То есть я хочу именно это совместить таким образом. Преподавание и военщина. Дабы и не уходить от своей мечты, ни от одной, ни от второй, и не уходить от семьи.